Генри Валентайн Миллер как раз выпустил в 1934 году «Тропик рака». Американский писатель и художник, можно сказать, что натуралист. Но, в общем, известен в основном порнографическими и обширными рассказами в своих романах. Соответственно, это и было экранизировано тоже как киноэротика. Короче, эротический писатель, правда, в условиях, когда фридизм считался, так сказать, интеллектуальной теорией, и Миллер пролез так же, как бы и в классике литературы. То есть он значим, конечно. Но даже не так, как Набоков. То есть Набоков просто вот скандальную тему эту поднял педофилию и на этом вышел. А Миллер, он системно, в общем, описывал всевозможные половые извращения там, ну и гетеросекс тоже в разных формах. Ну и, в общем, от этого и питался всю жизнь, на это и жил. Ну вот, проститутки, они к 30 годам и снашиваются, а проститутки головой, то есть эротические писатели, они хоть до 80 лет могут блядствовать и неплохо тоже на этом зарабатывать. Основные романы «Тропик Рака», «Черная весна», «Тропик Козерога» – это его трилогия первая автобиографическая. Это всё только про себя, как я ебался. Как краткое содержание Миллера. Как я ебался всё. Может, дальше не читаем. Вот, это, значит, первая трилогия, потом вторая – «Сексус», «Плексус» и «Нексус». Вторая тоже в основном типа автобиографическая. Короче, первая трилогия – «Как я ебался в молодости», вторая трилогия – «Как я ебался в старости». В общем, и всё. Родился 1891 год в Нью-Йорке. Немец по национальности. Поэтому Миллер, кстати, да, отец Миллер. Мать тоже немка. Пытался, кончил школу. Ну, они такие были, средний, мелкий бизнес. Отец, владелец, ателье. Мелкие предприниматели. Ну, то есть, школу кончил. Потому что у Драйзера были проблемы даже с тем, чтобы кончить школу, потому что он был из бедных. Да, этот был как бы из среднего класса. Школу кончил, в университет не поступил. Потом он в Нью-Йоркском городском колледже окончил курс истории и искусств. То есть, что-то вот у него было такое из этих... Что-то художественное, какое-то эстетическое образование у него было. В Нью-Йорке начал жить с женщиной на 15 лет старше его. Потом он в Калифорнию побежал. В Калифорнии, кстати, он попал на лекции Эммы Голдман, которая его зарядила анархизмом. То есть, молодой Миллер был также и анархистом. Ну, вот из Калифорнии вернулся он в Нью-Йорк. Работал под мастерьями собственного отца. То есть, на предприятии собственного отца работал практически рабочим. Ну, тоже все читал всякую литературу, философию и самоучку. То есть, Генри не кончал тоже университетов, как и множество других интеллектуалов, европейских и особенно американских. Все это формальное, еще раз, тут нужно пнуть формальное университетское образование. Я его кончал, да. Но надо его пнуть, потому что подлинного образования, как правило, они не дают, и люди сами образовываются даже в 20 веке. Ну, так вот, потом, значит, у него всякие пошли отношения, причем сейчас я отношения буду Миллера рассказывать подробно, поскольку вот он их и описывает в произведениях. То есть, собственно, суть его произведения, это просто рассказывать, с какими он бабами трахался, как я уже говорил. Ну, так вот, летом 1917 года его могли призвать на Первую мировую войну, ему было 25 лет, поэтому он вступил в брак, то, что женатых не призывали, особенно у кого дети маленькие, с Беатрисой, и у них была дочь Барбара. Беатриса была пианисткой, но семья бедствовала в целом, жена давала уроки музыки, потом Генри тоже давал уроки музыки, кое-какое у него музыкальное образование было, и потом он поступил менеджером в телеграфную компанию Western Union. Вот тот самый Western Union, они тогда телеграфами занимались, вот у них Генри работал, так сказать, там где-то управляющим по найму, то есть в отделе кадров он там работал, с таким вот клерком типа. С женой он постепенно разругался, и потом говорил, что он вот на ней женился только, чтобы уклониться от воинской повинности. В 1924 году он познакомился с Джун Эдит Смит, про которую у него, про нее, что где есть романов. Вроде как вот эту Джун Эдит Смит он всю жизнь не любил. Короче, влюбился он в эту самую Джун. Джун была довольно взбалмошная, но что, видимо, добавляло тут любви. Она добилась, что он бросил Western Union, где у него неплохое было все-таки место по зарплате, и занялся литературой. Ну, потому что понятно, что менеджером компании он работал там все, как положено, там, часов по 10 в день, тогда повышенные еще были эти, тогда не 8-часовой день было больше даже у менеджера. Вот, часов по 10 он работал. Поэтому она, короче, сказала, чтобы он бросил его, эта любовь, и занялся литературой, потому что вот он великий этот самый писатель, по мнению Джун. Вот Джун все время его внушала, что он должен стать писателем. Ну, вот они, значит, тусовались со всякими этими прочими, прочей богемой, всякими поэтами, писателями, по большей части, нищими. Увлеклись уже тогда психоанализом Фрейда, который тогда как раз 20-й был популярен в Америке. Ну, еще нужно сказать, что это мошенническое лжеучение, то есть психоанализ Фрейда это просто религия, основанная, впрочем, на сексе. Ну, и да, вот эта самая Джун постоянно ему изменяла, и потом притащила какую-то богемную девушку Мару. Мара жила с ними, и у них была семья на троих. То есть, ну, Джун в лесбийской связи состояла, в однополой связи с Марой. Значит, вот эти девушки трахались, короче, а этот Генри Миллер жутко их ревновал. Естественно, они еще на него накатывали, и кончилось тем, что Мара и Джун, они уехали в Париж из Америки. Что-то где-то денег раздобыли, хотя, в принципе, это все такая полунищая богема. Вот, и бросили этого самого Генри. Мара это была художницей, и она, когда они втроем жили, еще обучила Генри рисовать. Вот, значит, эти две девочки в Париж уехали трахаться, друг с другом. А Генри сидел в Нью-Йорке, ревновал и писал картины всякие. Однако в Париже эти девочки разругались, как это у них часто бывает, и спустя несколько месяцев Джун вернулась обратно в Нью-Йорк. Однако Джун вступил в связь с каким-то богатым мужиком, который ее трахал, и заодно финансировал Миллера. То есть потом, значит, Миллер был куколдом. Значит, Джун трахал богатый мужик, а деньги, в том числе этот богатый мужик, давал Миллеру, который гениальный писатель, по мнению Джун. И поэтому вот он, как бы этот мужик поддерживал первые книги Миллера. При этом, поскольку трахал-то он бабу, они писали книги на бабу. То есть фактически книги писал Миллер, а авторство приписывали Джун, чтобы получить спонсорскую помощь от ее любовника. Такие вот ребята у нас сексуально открытые были. Ну вот. Начинает первая книга Моллах. Она вроде как написана с авторства Генри, Миллер и это Джун. На самом деле писал Миллер. С книги о них заработали деньги, то что книги это прибыльно было, 20-30-е в США, и уехали в Канаду вместе. И там, короче, все эти деньги проебали. Потом они вернулись в Нью-Йорк, и в Нью-Йорке он начал писать роман «Одуревший петух». И потом поехали писать этот роман в Париж. Вот Джун почему-то нравился Париж, и она его вытянула в Париж. Джун вообще какая-то ебнутая. Ну вот как ее Миллер описывает свою эту любовь. У нее все время были странные всякие решения, но периодически они выруливали на этих странных решениях, и деньги у них периодически были. А Мару бросили, эту лесбиянку-то. Мару покончила жизнь самоубийством, все, брошенка. Приехали они в Париж, жили там какое-то время в гостиницах, но они заработали деньги на романе. Ну фактически, пиздой это и Джун, они заработали деньги, потому что деньги на роман им дал спонсор. В Париже они какое-то время жили на все эти деньги от романа, но потом кончились у них деньги. Буквально он там жил где-то в офисе директора какого-то кинотеатра. Чуть-чуть, короче, буквально он спал там на полу в каком-то офисе. Миллера этим кончилась. А жена, похоже, бледовала. А жена, короче, да, уехала куда-то, вот этот Джун пропала куда-то. Ну, похоже на блядки. И вообще, короче, то приезжала, то не приезжала, а бросила этого Миллера в Париже. Ну, он там все-таки более-менее выкрутился, с писателями познакомился, с французскими, жил там на даче у них. Короче, жить ему там негде было в Париже. Джун периодически куда-то уезжала, приезжала. Ну, понятно, куда уезжал, короче. Ну, при этом он, этот бедный был Миллер, у него зато времени было до хрена, гулял по Парижу. И во всех произведениях потом Париж описывает. Особенно в «Тропике рака» в первом романе. Все. Ну, вот, значит, без Джун у него прорва времени была, и он написал первую книгу «Тропик рака», куда включил в том числе «Одуревшего петуха» и даже из «Молоха» тоже включил. Короче, он пытался сначала написать роман «Одуревший петух», ну, я думаю, что по названию примерно понятно, что вот это про «Одуревших петухов» роман, да? Но не читал, по сути, часть романа, он его не дописал, а в «Тропике рака» часть романа перекинул. Короче, на тот момент ему было 40 лет, когда он «Тропик рака» выпустил. И он был нищий писатель-неудачник, еще и влюбленный в сумасшедшую бабу. Вот в такой ситуации в 1934 году выходит все-таки «Тропик рака». Опять же, денег у него не было даже на то, чтобы «Тропик рака» выпустить. И он познакомился с Анаис Нин. Анаис Нин была женщина такая утонченная. Если Джун была такого пролетарского происхождения, и вообще, блядь, ну, по крайней мере, как ее Миллер описывает, с бабушной блядь просто была. Анаис Нин была такая интеллектуалка, она была дочь испанского композитора. Вот, возможно, да, он просто на содержании у нее был. Короче, трахнул богатую бабу. Джону это не понравилось. Она тут же начала кричать, чтобы Миллер возвращался в Америку. То есть вот эта его основная любовь его, конечно, приревновала. Миллер устроился работать репетитором в лицее, то есть опять что-то преподавателем, и работал просто за еду. То есть просто за то, что им предоставлял лицей жилье и еду, и все. Ну, короче, Анаис тоже была такая сексуально озабоченная. Это время то, вот, 20-е и 30-е, фридизм. Богема вся демонстрирует сексуальную активность, интересуется всевозможными извращениями. Но периодически, вот, в моих обзорах это всплывает. То есть надо понимать, что это мода времени, причем в интеллектуальных кругах. Хотя Миллер, вообще-то, к интеллектуальным кругам не принадлежал, у него даже университетского образования не было. Но по сути своей работы, да, он был учителем в этот момент. Как он там учителем устроился без диплома, я не знаю, но он так вот устроился, возможно, через половые сношения. Ну вот, значит, короче, Анаис его грузила всякими философскими произведениями, ну, правда, фридизмом тоже, тоже была фридистка. Грузила его там всякой литературой европейской, короче, пыталась действительно сделать из него писателя на деле, а не как вот Джун. Фактически Джун 10 лет проебалась с Миллером, все время внушая ему, что он писатель, но писателем он за 10 лет не стал. 10 лет трахал эту дуру, короче, со всякими ее лесбиянскими связями разбирался. При этом все это было под лозунгом, что Миллер великий писатель, но никаким великим писателем он 10 лет просто потратил. Так и не стал. А вот Анаис, у нее действительно были связи там в литературных кругах, она такая серьезная была, в общем, и она его сделала писателем на деле. Значит, они подключили психоаналитиков, которые были достаточно богатые, богатая секта была. Я тут периодически рассказываю о скандалах среди психоаналитиков, там, допустим, Адлер против Рейда. Опять же, надо иметь в виду, что это скандалы в основном из-за денег. Это полностью мошенническая секта, никакой медицинской, никакой пользы от этого нет. Это хорошо доказано всевозможным анализом, там, лечебных всяких дел их пациентов. Вот. Ну, а деньги, они при этом зарабатывали хорошо, как всякие сектанты. То есть, деньги зарабатывали просто обманывая людей, рассказывая им какую-то мистическую чушь, там, про подсознание и так далее. Поэтому у них в секте постоянно были расколы, именно из-за денег. Именно из-за пациентов, там, кто где что откроет. Ну, короче, раскрутили, она, Анаис раскрутила австрийского психоаналитика, вот Таранка, который дал им денег, на то, чтобы выпустить роман. А чтобы заработать на романе, надо было сначала его выпустить, такие дела при капитализме. А это стоило порядочно. Да и сейчас, кстати, стоит, если на бумаге печатать. Я что в интернетах обитаю? Тут ничего не стоит. Ну вот, и выпустили. Анаис сделала там предисловие, психоаналитическое и мистическое, какое надо было, чтобы книга продавалась, и книга пошла дико продаваться. Естественно, вся вот эта богемая, сексуальная озабочина, это все дело распространяла. Поскольку Анаис была богатая, она полностью заплатила за Миллера, Миллер жил на ее содержании. Это бедная, нищая Джун пошла нахер, и пошла нахер она реально, то есть она с ними разругалась, все, он жил у этой Анаисы. 1934 год выходит «Тропик рак», как я уже говорил, в Париже. В США немедленно за порнографию это все запрещают, это порнографический роман, но кратко я про «Тропик рак» в конце клипа расскажу, это его главное произведение. Но вот с помощью этого произведения он прославился. Причем в Париже вроде как порнографию тоже нельзя было издавать, но книга была на английском языке, а запреты французские касались книг на французском языке. В то же время английский, в общем-то, и тогда хорошо все знали по всей Европе, поэтому как бы получилось, что в Европе можно продавать, так как она на английском, и он хорошо на этом все заработал, Анаис тоже заработала. Все. В Великобритании запретили за порнографию, ясен хер, что запретили. При Гитлере, в Германии. Ну вот по всей, по романской Европе, типа Франция, Италия, Испания, где сравнительно были нравы легкие. Ну, кстати, это Анаист, она испанка. Вот эта баба, которая его раскручила, испанка она. Вот там хорошо продавалась эта порнуха, а в США, в Великобританию ввозили нелегально. Ну, естественно, вот такая слава запретного какого-то романа, запретного удовольствия, особенно в 30-е годы, когда везде рамки ограничивались, винты закручивали. В Голливуде он кодекс Хейса был, даже целоваться нельзя было в кино. Вот это хорошо шло, это действительно что-то было запретное, такое новое, подпольное и так далее. Все, значит, до 39-го года он жил во Франции, и в 39-м он уехал в Грецию. Миллер, уже был богатый, известный писатель и продолжал штамповать порнографический роман вместе с Анаисой. В 40-м году он уже богато вернулся в США, в 44-м он на курорте Биг Сур поселился, и в 44-м ему уже было за 50, уже было. То есть он уже, получается, он в 40 лет стал известным писателем, а когда ему за 50 уже был, он был уже таким монстром подпольной литературы, там, и хорошо зарабатывал, купил себе в Калифорнии, виллу там, и там зависал уже. Ну, понятно, что он продолжал там со всей местной богемой тусоваться, которые считали его таким сексуальным гигантом, первооткрывателем глубин разврата и все такое. Там он, естественно, продолжил писать роман, он первую трилогию, там, тропик, рак и все такое написал в Париже, а вторую он писал уже в Калифорнии, вот там он написал роман «Сексус», тоже все в основном про то, как он трахался в молодости. Вот, потом там «Нексус» и все такое прочее. Все это сплошь было запрещено в США, то есть он сидел в США, опубликовал во Франции, в Японии, вот в Японии же там к сексу тоже свободные отношения, в Японии стал богатой в 50-е уже, поэтому Роман и Миллер в Японии шли как порнуха, как местная там, как она, блядь, хентай нахуй, вот хентай, американский типа. Вот, а в США было все запрещено. Но при этом он, да, поскольку он еще с начала самого был анархистом, он примыкал к левакам, надо сказать, что Генри Миллер левак. Но при этом, вот, из-за того, что он порнограф и фрейдист, я его не одобряю, хотя, в общем, я тоже, да, анархист. Генри Миллер близок достаточно к анархистам был, но вот он все это реализовывает как порнографию. Он писал много критических против капитализма всяких, и рассказов, и статей, и прочих. Как и Драйзер, он всячески демонстрировал, что он прогрессивный и левый автор. Это тоже было. Вот, но потом он написал еще роман Бексура и Апельсины и Арнима Босха. Это о том, как он жил в этом самом Бексуре. И для 50-х и 60-х у Миллера характерен натурализм. В принципе, Миллер натуралист на самом деле, хоть он все время под авангард там, он просто описывает в деталях события собственной жизни. То есть там натурализм и того доходит, что по сути это просто дневники. Ну, приукрашенные. В общем-то, проверка показывает, что многие эпизоды он выдумал, чтобы еще там побольше себя секс-гигантом изобразить. При этом, когда он описывает в деталях события собственной жизни, он подробно описывает половые акты. Что воспринималось как порнография. Ну, в принципе, вот он реализм, которого ждали. Уж писать так про все. Вот, Миллер довел натурализм до предела. Если мы описываем всю жизнь как она есть, ну, давайте полностью половые акты описывать. Ну, надо сказать, что это же было и у Эмиля Золя, и Золя тоже за это не любили, за натуралистическое описание секса. Но Миллер на этом сделал акцент. Золя все-таки описывает жизнь, как она реально идет. Понятно, что люди круглые сутки не бегают, как сексуально озабоченные дебилы, у них много других всяких дел. Ну, вот, Золя описывает все дела людей, в том числе и секс. А Миллер упорно это делает, что в основном он описывает секс, ну, в том числе и всякие дела. Вот в таких условиях у него была еще жена Енина Марта Лепска, которая была на 30 лет младше него. В 44-м году, будучи уже в возрасте за 50, он соблазнил девушку на 30 лет его младше. У них было двое детей, то есть в возрасте за 50 все еще Миллер плодил детей, так до 60 лет примерно. Такой был старичок живой. Ну, от молодой девушки, вот они, значит, 8 лет прожили, потом они развелись, потом он женился на художнице Еве Макклюр, которая была на 37 лет его младше. Он, короче, мозги парить бабам то он мог, да. Это ему было 60 лет, короче, а баба была на 37 лет младше, даже ему больше, чем 60 было, короче, вот, даже под 70 ему было, а девушка была что-то там 20-25, нахерей. Вот. Потом, значит, он 8 лет с этой молодой опять бабой жил до 60-го года, а в 60-м году ему 70 лет исполнилось. Потом они развелись, и она умерла от алкоголизма, и она спилась из-за того, что ее Миллер бросил. Вот так вот. Короче, 70-летний старик разбивал сердца молодым бабам только так. Ну и, наконец, все кончилось в 61-м году, он вернулся к этой Джун. Она была уже тоже седая старуха, 30 лет они не виделись, она с ним разургалась, потому что она ее бросила из-за Анаис. Вот. И он говорит, что у нее ужасная была внешность, то есть он, естественно, ее любил там молодой, и помнил ее молодой, он приехал, она была ужасная уже старуха, все было отвратительно, но ему тоже было за 70, но и тем не менее вот они воссоединились. Вот такая история. Вот «Половые дела Миллера» я должен описывать, потому что вот он их описывает в своих произведениях. Я бы про других авторов, как правило, все эти личные отношения редко упоминают, потому что они не влияют, а вот тут влияет. В 63-м году он в Лос-Анджелес переехал, потом, значит, походу умерла эта Джун, и он еще успел в 67-м году жениться на певице-японке. Эта японка стала его пятой женой, то есть это что, ему уже 80 лет, короче, 80 лет женился еще на японке. При этом, конечно, конец 60-х Миллер застал, подписывал всякие протесты против войны во Вьетнаме и писал всевозможные статьи против капитализма. То есть, такой старый анархист, 80 лет, с молодой бабой живет и еще и, так сказать, протестует, еще и, так сказать, ему не нравится Вьетнам, там, то да и все. Он был знаменитостью, про него даже воспоминания всякие писали, как мы с Миллером тусовались. В 77-м году дожил до Брежневских времен, а сам родился в 19-м веке. Развелся он с японкой в 77-м году. Снялся, кстати, он в фильме «Красный». Фильм «Красный» это про левую тусовку Америки, а Миллер считался таким, ну, известным таким леваком, короче. Вот, хотя вот его левач, честно говоря, сомнительно для меня. Ну вот, значит, вышел фильм «Красный» в 81-м году, где Миллер там еще речи толкает. И, в общем, умер он где-то, как он, году Миллер умер? В 80-м он умер, то есть, до краха СССР не дожил, умер в возрасте 88 лет. При этом еще вот даже 87-86 лет он вел сексуальную переписку с какой-то молодой моделью, актрисой, что-то. Короче, даже вот под 90 деду, а он все еще на половом фронте хулиганил. Вот такой у нас был Миллер. Такая вот у него биография. Есть фильмы «Генри и Джон» про Миллера, «Тихие дни в клеши», «Во сне и наяву», экранизирован «Тропик рака». Фильмы есть. Ну, понятно, что фильм получается эротический. Но кратенько про «Тропик рака». Значит, «Тропик рака», как я уже говорил, автобиографический роман, но он врет про себя. В принципе, он рассказывает свою жизнь, упоминает реально всякие фамилии своих друзей, любовниц и так далее, и при этом все время привирает. В таком, короче, жанре это «Дневник с враньем». Естественно, как он привирает? В области секса. То есть, что он там трахал тех, трахал всех и так далее. Вот. Есть продолжение «Тропик козерога», «Черная весна». Вот трилогия «Тропик рака», «Тропик козерога» и «Черная весна». Снят фильм в 1970 году. Ну, вот эти порнографические откровения, как я уже говорил, его любовница Анаис в предисловии она связала с популярным в то время фрейдизмом. Поэтому Миллер стал фрейдистским писателем номер один и на этом и прославился. Так как психоанализ он знал хорошо и его загружала Анаис, всевозможные интерпретации психоаналитические там обширно присутствуют. Ну, по сути, вот у Фрейда была секта, а писателя это не было в этой секте. Вот Миллер заполнил вакантное место самого крутого писателя-фрейдиста. В общем-то, кроме фрейдизма там особенно и ловить-то нечего. Поэтому с какой статьей его леваком считают, я не знаю. Статьи, да, у него есть с критикой капитализма, войны во Вьетнаме и все, что там в левой повестке полагалось США. Выпустили тиражом тысячу экземпляров, но продавали по очень дорогой цене и даже когда продавали, писали, что там книга запрещенная, в витринах не выставлять, в Великобританию не ввозить. Ну и это сильно способствовало популярности романа, как я уже говорил. Содержание какое? Собственно, это про французский период, то есть действие начинается в 1925 году, когда он бедствует в Париже. Вот эта вся история, как он бедствовал в Париже, вся, в общем, и описывается. То есть он, типа, писатель, но ничего так особенно не написал. В Париже, как попало, живет, при этом идут скандалы с Джуно, и Джуно вся описывается, и так далее. Поскольку он французскую литературу того времени тоже, видимо, читал обширно, часто у Миллера заряжен как поток сознания. То есть часто у Миллера как у Пруста. То есть он просто вот описывает, как он, просто, что он думает без всякого этого, без всякого объяснения. Думаю то, думаю и все, и вот так вот потоком все идет. При этом в перемешку с этим потоком сознания, часто совершенно бредовым, идут какие-то реальные истории про реальных совершенно людей, которые потом обижались. Ну естественно, все показаны как, ну все показаны по принципу значит все мудаки Ая Д'Артаньян, это понятно в подобного рода прозе, да? То есть она частично мемуаровская проза, любой мемуар, понятно, это самооправдание автора о том, что он был вообще весь из себя, а все вокруг были гады. Ну примерно про это и тропик рака, да, все вокруг гады, в том числе и женщины. Ну да, много секса, но не только, надо сказать, что определенная связь есть и полной муры там нет. Все-таки вот эта идея, то, что там я, так сказать, лучше общества, она присутствует, конечно. Фридийская идея, то есть есть определенные идеи, которые скрепляют роман. Потому что я так описываю, наверное, подумайте, что хаос, но там не хаос, там есть определенные идеи, композиция, вот. Но в то же время она неправильная, все отмечали, что правильной композиции нет, правильных героев нет, не построено как роман, почему-то называется как роман. Это такой малосвязанный мемуар тропик рака с упором на сексуальные похождения. Тем не менее, многим нравилось, Оруэлл поддержал. Оруэлл, в общем, тоже левый был. Оруэлл, кстати, гораздо лучше Миллера пишет. Ну вот, Оруэлл говорил, наиболее важной книгой середины 30-х, Миллер является прозаиком тончайшего воображения, который только появлялся в англоязычной среде в последнее время. Это Оруэлл. Сэмюэл Бэкетт, о котором я тоже буду говорить, назвал роман монументальным событием в истории современной литературы. Потом такой Норман Миллер издал книгу о Миллере «Гений и похоть», где он говорил, что тропик рака это высшее произведение вообще 20-го века. Короче, были свои фанаты у Миллера. В то же время такие серьезные критики и литературоведы обычно критиковали за то, что нет нормальной композиции, нет нормальных героев. Ну, конечно, тут главное в эпатаже, главное в том, как это продать, поэтому эта критика не прокатывала, Миллера все равно читали. Социальные проблемы он там тоже затрагивает, но бедный, конечно, он сталкивается с социальными проблемами. Не сказать, что у Миллера совсем там нет социалки, да фига там социалки, он левак он вообще-то. Миллер также активно занимался критикой потребительства в капиталистическом обществе, и эта тема есть даже и в тропике рака, конечно. Хиппи, которые были против потребительства, были за свободную любовь, читали все время этого Миллера. Он вошел хорошо во всю американскую эту движуху. Хиппи, бедники, там все такое, субкультуры, 50-е, 60-е, вот они уже все считали Миллера культовым автором. И он в 70-летнем возрасте трахал там молодых девок, потому что вот он гигант секса, вся Америка знает, что Миллер гигант секса. Вот. Поэтому как-то сложно, так как мы на континенте, тут обычно секс с революцией связываем, но не так вот, чтобы подменять революцию сексом. Вот для меня проблема такая, что Миллер подменяет социальную революцию сексуальными похождениями. Ну, надо сказать, это для многих американских левых характерно. Миллер все-таки типичный американский левый, поэтому он хорошо им там зашел, хорошо там продавался. И это проблема американского левого движения как такового, что протест переносится в блядскую сферу. Ну, все мы знаем, что сейчас социалисты американские озабочены транссексуалами, трансвеститами и так далее, а не реальными социальными проблемами капиталистического общества. Не все, понятно, что много чего в Америке, но это выглядит странно, по крайней мере, вот с нашей сконтинентальной точки зрения обычных французских социалистов. И у Миллера вот это очень ярко все проявилось. То есть, если вот именно американскую левотуу хотите заценить, как она выглядит, ну, вот Миллера скандальные все его произведения, почитайте. Продолжение следует...